Ежедневно. А как бы вы предложили утром или вечером выносить мусор? Что вы предлагаете по этому поводу? И так далее. То есть, одни условия, вот это есть перефразирование, умение ситуацию рассмотреть по другим углам зрения, и оказывается, эмоциональное впечатление от ситуации в значительной степени зависит от смыслового и эмоционального обрамления. Мы об этом поговорим попозже. Кроме традиционной фазовой модели, как я уже говорил вам, Марина Анатольевна, у нас практикуется преобразующая или трансформативная медиация. Слово «трансформативная» прижилось в отечественной литературе, видимо, из-за того, что у нас многие медиаторы все-таки привыкли действовать на базе технического образования. Что такое трансформатор? Для них это знакомо. Хотя, мне кажется, применительно к людям лучше употреблять термин «преобразующая медиация». Однако терминология складывается стихийно в литературе по медиации. И, наверное, это недостаточная профессионализация самого сообщества медиаторов, которые не могут еще договориться о единой терминологии. Но что значит преобразовать? Преобразовать кого? Давайте зададимся вопросом. Стороны медиации или их отношения, их видения по поводу конфликтной ситуации? Скорее всего, второе – это безопаснее. Кроме того, люди, когда они уже профессионально сформировались, когда человек достиг зрелости, уже не хотят перевоспитываться, как правило. Они могут, может произойти уникальный эпизод, так называемый, в нарративной медиации он употребляется авторами, когда человек переосмысливает ситуацию. Например, отец, который привык к патриархальным взглядам на семью, с удивлением для себя открывает в ходе медиации, что оказывается у детей может быть отличное от него мнение. Это мнение не сопадает с мнением отца. Как это так? У него это даже не сразу укладывается в голове. Вот такое откровение. Одним словом, преобразующая медиация, конечно же, это работа в первую очередь с представлениями сторон. А люди, как уже установили социальные психологи, поступают в жизни в соответствии со своими представлениями о конфликтной ситуации. Очень важно. Следующий подход, который мы рассмотрим – экосистемная медиация, где рассматривается семья как единая экосистема, со всеми социальными связями, отношениями. Не только родство должно приниматься во внимание, но также эмоциональная привязанность, теплота, особенно в нашем сложном мире, где количество разводов, пожалуй, даже превышает количество браков, уменьшается средняя продолжительность каждого брака. Вот этот подход, эта экосистемная медиация, он очень востребован. Кроме того, поскольку мы с вами заговорили о наследственных конфликтах, Марина Анатольевна, вам, видимо, приходилось практиковаться, вычерчивая генеалогические деревья семей. Да? Да. Вот это в чистом виде подхода к экосистемной медиации. Мы немножко попозже рассмотрим. Дальше провокативная медиация – это в Ацке. Оригинальный стиль, к которому можно стремиться, он основан на метафорах, на добром юморе, на постоянном сталкивании, противоречии между собой. Но этот виртуозный стиль предполагает отличное знание основополагающих техник медиации. Отдельным особняком стоит восстановительный подход, хотя он здесь заявлен, но я его рассматривать в рамках сегодняшнего занятия не смогу, потому что иначе будет перегруз. Восстановительный подход – это целая концепция, это не только медиация. Хочу...